ну а теперь мы будем говорить о подготовке к сочинению в частности и довольно подробно подготовка к сочинению по роману александра сергеевича пушкина евгений онегин темы сочинений разные они бывают и на огне по литературе и на ике в литературе и на уроках литератур тоска негина это дань моде или глубокое внутреннее переживание мы об этом уже говорили и будем говорить каковы основные способы изображения характера героя в романе и кто продолжил эту традицию об этом немного тоже говорили почему печорина относят типу лишних людей об этом уже говорили кто из героев русской классики близок обломов и как можно объяснить их общность то есть мы снова возвращаемся к теме лишнего человека мы должны ставить тезисы приводить аргументы и делать выводы как в романе пушкина евгений онегин раскрывается проблема нереализованных возможностей личности ответ на этот вопрос тоже может быть тезисом литературоведы относят онегина к типу лишних людей такими чертами обладают лишние люди кого можно отнести к этому типу вот уже об этом говорили еще повторить они находятся в чуждой для себя среди они не очень дружат с окружающими лед и пламени волна и камень стихи и проза меру образованные но знания их бессистемны вспомним какими знаниями обладал пушки знания у него были самые разные включая написание эпиграм на латинском языке языки опять же экономика правда обладают даром красновичие вспомним печорина от пренебрежительно относится к окружающим тоже вспомним печорина видят пороки общества но не знают как им противостоять пассивны чтобы что-то поменять это это обломов и и они где который говорит что он не способен к женитьбе не хочет не собирается вообще жениться не создан для супружеской жизни так и печорин хотя печорин наверное самый деятельный из них он военный он живет в крепости он должен наверное или воевать время от времени или отвечать на набеги или мирно сосуществовать с местными народами и в то же время там есть люди подобные казбичу который убил белу самым предательским выстрелом в спину и в то же время печорин пассивен в отношениях с людьми хотя он же как-то является инициатором этих отношений но эти отношения все терпят фиаско вот мы должны были к этому вернуться каким образом онегин пытается убежать от скуки вот запомним эти цитаты отрядом книгу ставил полку читал читал а все без толку упорный труд ему был тошен в деревне скука тоже и единственное вот положительное что он сделал и что мы всегда подчеркиваем ерем он барщины старинной оброком легким заменил и раб его благословил так почему же он не реализовался как личность общество не дало ему возможности реализоваться как личность потому что все заняты только какими-то мелкими делами ведут праздный образ жизни и поэтому мы знаем что онегин никогда не принимает соседей и как только увидят их домашние дороги к нему с черного крыльца подают донского жеребца и вспомним фамилии этих людей которые приехали на именина татьяны там и пустяков и скотинины с детьми всех возрастов читая от тридцати до двух годов и гвоздинины и самые разные он не воспринимается обществом как деревенским так и петербургским петербурге даже мы ни одного его друга не знаем кроме автора который считает они ген добрый мой приятель родился на бряках невы у него несчастливая черта скептицизм в этом плане и его можно сблизить и испечуриным оттого его ничто не увлекает ни чтение хотя татьяна будучи в его имении видит какие он заметки делал и в конце концов перед ней вырисовывается образ они кино не сочинительство он не смог ничего сочинить кроме эпиграм и поставить в конце письма вали не общественные блага в нем мало энергии в отличие например от печали на из которого энергия так и бьет потому что ну он и в крепости и потом в отношениях с белой все-таки через несколько дней ему наскучило жить в доме и он уехал на охоту и был на охоте несколько дней он все время пытается найти себя и вспомним главу тамань в которой он выслеживает этих контрабандистов в конце оказывается что слепой мальчик украл у него и и шашку и и все его вещи и отнес контрабандиста можно ли сказать что они гин неординарная личность да он скучает там где люди обычные ведут праздный образ жизни и скучает даже на именинах татьяны от скуки пытается изменить жизнь крестьян в деревне ему скучно с обывателями помещиками ему не интересны их разговоры о псарне о своей родне и они платят ему взаимностью они называют его фармазона он фармазон он пьет одно стаканом красное вино их вердикт об анеке не причины что анекен именно такой наверное в том что он получил поверхностное образование и мы уже говорили о времени которая не давала возможности раскрыться людям незаурядным война 12 года уже закончилась а до восстания декабристов еще было далеко в общественной жизни но мы знаем что во время путешествий он сблизился с некоторыми из будущих декабристов так теперь обратимся к критике белинский назвал онегина страдающим эгоистом он тяжело переживает смерть ленского погибшего по его вине на дуэли где окровавленная тень ему являлась каждый день он вынужден был уехать искренне полюбил татьяну но у него нет возможности быть рядом с ней белинский писал бездеятельность и пошлость жизни душат его он даже не знает что ему надо что ему хочется разочаровавшись в жизни так рано онегин и другим людям приносит только несчастье и боль из-за него погибает юный ленский и татьяна которая любит онегина выходит замуж за нелюбимого человека и говорит свои советные слова но я другому отдано и буду век ему верно так почему же белинский называет онегина эгоистом по неволе он живет для себя ни в чем себе не отказывая вся жизнь его нацелена на получение удовольствий на удовлетворение прихотей упорный труд ему будут тошен поэтому он не смог стать и сочинителем и приносить какую-то пользу возможно из него вышел бы хороший хозяин раз он внес какие-то хозяйственные и экономические изменения в жизнь своего имени полученного от дяди и потом как герой толстого константин левин мог бы и сам работать косить пахать сеять помогать крестьянам но это было другое время и они кин был другим человеком и у него не было этого стремления левина быть ближе к народу и самому трудиться физически так а белинский имел ввиду то что он порождение своего времени будучи умным и заурядным так и не смог найти свое жизненное призвание и ничего не совершил для мира и даже сам автор покинула его в минуту злую для него он не может отказаться от условностей общества даже не может отказаться от дуэли с ленским мы еще обратимся теме нашего сочинения и будем делать соответствующие выводы и и и и и и и